Дорогие друзья, здравствуйте. Самолебольное обозрение. На этот раз республиканская спартакада работников нефтехимического комплекса. Страсти здесь буквально кипят. Ну а наши волейболистки сейчас начнут свой второй матч в рамках этого турнира. С 5 по 7 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки стайки проходила республиканская летняя спартакада работников нефтехимического комплекса. И среди семи видов соревновательной программы самое достойное место занимал волейбол, представленный даже двумя турнирами – мужским и женским. Напомним, что в начале каждое предприятие формировало команду из лучших представителей данной дисциплины, затем областные туры проводили свой отбор. И только лучшие из лучших приехали в стайки в составе сборных областей, чтобы определить сильнейших, а также команды, на основе которых будет формироваться волейбольная дружина для последующей участия уже в межотраслевой спартакаде. Ее сроки проведения – конец сентября, место проведения – Минск. Что на межотраслевой спартакаде, что на республиканском отраслевом состязании формируют команды победителей отборочных туров. Итак, в стайке мужская сборная Гомельской области формировалась из преимущественно представителей Государственного производственного объединения «Беларусьнефть», а женская сборная – это команда Мозорского нефтепрорабатывающего завода плюс две волейболистки Респканского унитарного предприятия «Беларусьнефть», «Гомель», «Облнефтепродукты». Согласно жребии, в первый день наша команда отдыхала, зато суббота, 6 августа, вместила в себя сразу три встречи нашей дружины, которая первый поединок сборной Гродненской области оставила за собой со счетом 2-0. После чего была небольшая пауза и новая встреча с соперницами из Витебской области. Надо сказать, что на этот турнир наша команда настроилась по высшему разряду и, не глядя на большое преимущество с первых розыгрышей мяча, представительницы Гомельской области не сбавляли обороты, продолжая лететь к победе радуя болельщиков, которые тут же на трибунах всячески поддерживали любимец. Неотразимые, правда, просьба второй попытки удары Ольги Коноплич, тренера статистика профессиональной волейбольной команды «Жемчужно-Полесье». Кстати, Ольга Владимировна в составе «Жемчужно» выигрывала чемпионат страны в 2015 году. Четкие передачи тренера-преподавателя специализированной детской и юношеской школы «Мозорс-Композе» «Жемчужно-Полесье» Лены Иваны Мудрагель. Хорошие атаки ее коллег по спортивной школе Юлии Константиновны Дубровской, Кристины Александровны Ковалевской. Сама отверженная игра в оброне Анастасии Хомутовской, кстати, воспитанницы отделения волейбола «Жемчужной» с «Дюшор» сегодня представительницы цеха «ПАИС» «Мозорс-Композе». Надежная игра гомельчанки Марина Горицкая. Все это позволяло нашей дружине вести игру, побеждать и радовать болельщиков, в том числе и из представителей своей сборной команды, из других видов спорта, например, мини-футбола. «Спартакяда неплохо проходит. Мы дружные всегда волейболисты. Нас поддерживают, мы их. И поэтому, что касается волейбола, то видно, что у наших девчонок есть неплохая волейбольная школа. Многие прошли вот этот жемчужинный полесье, который дает свои плоды. И хочется сказать девчонкам, которые не попадают в основную команду, чтобы не расстраивались, волейбол в дальнейшем им пригодится в жизни». Действительно, те девчата, кто после окончания средней школы не становится профессиональной волейболисткой, может продолжать играть на любительском уровне, в том числе и на подобной «Спартакяде», хотя определенный уровень мастерства должен быть и здесь обязательно. Примечательно, что старшая дочь нашего собеседника – Александра. Волейболистка – главная команда «Жемчужнополесья», а младшая – Анастасия – воспитанница отделения волейбола «Одноименность Дюшор». Возможно, спустя годы три представителя семейства «Чуб» будут на торслевой «Спартакяде» защищать честь родного предприятия. Но то дело будущего. Пока же вернемся к матчу сборных Гомельской и Витебской областей, ко второй партии, которая проходила по сходному сценарию, что зрители наблюдали в партии первой. Единственная разница в счете не была так велика, как в стартовом сете, но все же вопрос о победителе не стоял. Команда Гомельской области уверенно шла к победе, а их соперницы старались оказать как можно более упорное сопротивление. Отметим, что во второй партии место пасующе заняла еще одна гомельская волейболистка Наталья Кравчук, заменившая Елену Мудрагель, наблюдавшей за матчем со стороны. Рисунок игры несколько изменился, но не изменилось направление победного вектора. Все так же впереди была славная волейбольная сборная Гомельской области. Завершающее победное очко своей команде принесла Ольга Коноплич. Общий счет 2-0 и заслуженная победа команды сформированы из настоящих леди, буквально влюбленных в волейбол. Я занимаюсь волейболом с детства, и это вся моя жизнь. Интересно, тренировались ли вместе волейболистки Мозырская МПЗ и представительница Гомель Облнефтепродукт? Как сыгрывалась команда в преддверии финального тура? Тренировки мы совместно не проводили, потому что это сборная команды, соответственно, девочки из Мозыря, мы из Гомеля. Поэтому все это происходит на площадке, сыгранность наша. Не глядя на все сложности подготовки сборной Гомельской области, настраивалась исключительно на победу и шла к ней весьма уверенно в первый для себя игровой день. Конечно, как и в том году мы заняли первое место, так и думаю, что в этом мы тоже займем первое место, так как для нас это очень редкие соревнования и нам только в радость поиграть. Следующий этап – межотраслевая спартакяда, на которой уровень волейбольного турнира весьма высок. Ну, так и наша команда имеет резервы для совершенствования своей игры. Надеемся, что мы улучшим свою игру, будем тренироваться и займем первое место и там. К слову, Кристина Александровна приехала в стайке сразу после окончания смены в спортивно-оздоровительном лагере, где Ковалевская тренировала воспитанниц отделения волейбола из Дюшор в Мозырском пазе «Жемчужина-Полесе». И надо было видеть, как напутствовали «Жемчужинке» свою спортивную наставницу, которая и тут с ними, кажется, была на связи. Конечно, девочки сейчас мне звонят, пишут, спрашивают, как у нас здесь дела, как мы играем. Хотели бы тоже поприсутствовать, но возможности как таковой нет. Успех наших волейболисток – это не только их победа, это еще и очки в зачет командного результата Республиканско-спартакяда работников нефтехимического комплекса. Сегодня наши девчонки подарили нам действительно очень красивую игру и во второй партии, казалось бы, когда победа в кармане, неожиданно 21-20, но уровень мастерства и высокий класс тому подтверждение 25-20. Девчонки одержали уверенную победу и показали красивую игру. Безусловно, мы надеемся, что у них победное шествие продолжится. Пусть не смущает болельщиков минимальная разница в счете на определенном игровом отрезке. Наша команда контролировала ситуацию и не позволила бы соперницам оставить за собой даже партию, как нам показалось. Ну, безусловно, для успешного выступления на межотраслевой спартакяде концентрацию нельзя терять ни на миг. При более высокой конкуренции наши девчонки могут еще добавлять, потому как они играют здесь с некоторым запасом и показывают не все свои 100% игры. Вообще стоит отметить видное место волейбола в республиканском протекаде работников нефтехимического комплекса. Очень интересном захватывающем турнире, который каждый раз превращается в праздник спорта. Красоты, силы духа, дружбы и взаимопонимания. Надо сказать, что, конечно, игровые виды спорта, они всегда котируются и по количеству очков, которые приносят в команды зачет, потому что мы же понимаем, одно дело подготовиться личнику, другое дело подготовить команду. Но для меня волейбол это очень зрелищно захватывающая игра. Я отдаю, честно говоря, вот приоритет вообще, предпочтение. Поэтому эмоции, конечно, они, безусловно, такие, не бывают никогда, такие ровные. К сожалению, нельзя болеть за кого-то явно, потому что тут не надо выдерживать какой-то такой спокойный какой-то вариант. Ну, конечно же, видно, когда, особенно когда приезжают новички. И, честно говоря, вот я сегодня наблюдаю, вот только что закончилась игра, как бы явный традиционный фаворит. Это у нас Гомельская область и Беларусь-Калий, которые представляют Минскую область. Ну, вот, пожалуйста, новая команда Могилева и на сегодняшний день какой прекрасный результат. Мне кажется, что в этом тоже есть определенный драйв, потому что, когда уже такие венциносные команды, может быть, они немножко позволяют себе расслабляться, вот это дает хороший тонус игры и состязательности. Это здорово. И поэтому неизвестно, чем закончился турнир по волейболу, но игра оставляет очень хорошее впечатление. Во второй соревновательный день, 6 августа, и женская, и мужская волейбольная команда Гомельской области шли без поражений. И, конечно же, руководство команды было доволено достижениями своих замечательных спортсменов. Да, доволен. Претендуем, естественно, мы на победу. Претендуем на золото, потому что уже длительное время нашим девочкам в волейболе пока еще нет равных. И я надеюсь, еще не скоро найдутся достойные соперники. А в мужском волейболе у нас вечный соперник – это команда «Беларусь-Калия» Минской областной организации. Но вот как показывает сегодняшняя игра, то, что Могилев очень сильно подготовился, это такой новичок, можно сказать, такая козырная карта в колоде. Но, тем не менее, мы не теряем бодрость духа, и наши ребята готовы к любым соперникам. Я искренне надеюсь на то, что и мужской волейбол в этом году станет первым. Успехи женской волейбольной команды зиждутся на подготовке с дюшер-жемчужной Полеси, с появления которой волейбол в Гомельской области. Женский волейбол получил новый импульс в своем развитии. Во-первых, то, что есть такая же жемчужина Полеси, это действительно наша жемчужина. С одной стороны. С другой стороны, действительно она направлена на развитие в том числе и женского волейбола. Я хочу сказать, что в нашей, не знаю как в стране, но в нашей области дела с женским волейболом не обстоят замечательно. Действительно, женский волейбол в Гомельской области заслуживает большего, чем он имеет. И уж точно. В элитном дивизионе отечественного клубного волейбола к Мозорской жемчужине Полеси должна присоединиться и гомельская дружина для начала. Но то тема отдельного разговора сейчас же вашему вниманию. Кадры третьего матча для женской сборной Гомельской области и команда Могилевской области на сей раз была соперницей нашим жемчужным дарованием, их подругам из Гомеля. Как и в предыдущем поединке, ход встречи контролировала наша волейбольная команда. И хоть могилевчанки старались всеми силами навязать борьбу, получалось это у дружины в синей форме лишь эпизодически. Хороша была Юлия Дубровская, капитан нашей команды и лидер. Вообще, надо сказать, что волейбол – игра высоких людей. Но в данном случае таковой она является не совсем, имея в виду женский турнир. Профессионального волейбола Юлия Дубровская и Ольга Коноплич здесь имели большое преимущество. И это может стать проблемой на межотраслевой спартакяде, хотя мал золотник, да дорог. Словно говорила своей игрой Елена Мудрогель. Когда-то в профессиональном спорте либера тут пасующие. Да и Кристина Ковалевская в тот день, 6 августа, играла весьма и весьма достойно. Ну, а Юлия Константинна Дубровская так и вовсе была одной из лучших волейболисток спартакяды, одной из лучших спортсменок состязания. На самом деле, в этом году команда никогда сплоченная, сыгранная. Хотя у нас две девочки с Гомеля, которые впервые, по сути, с нами играют. Но я думаю, что у нас все прям вот команда-команда получилась. Большое спасибо им за помощь, за то, что отозвались на области, чтобы помочь нам республике. И будем готовиться теперь к межотраслевой спартакяде. Не случайно мы вновь обращаемся к межотраслевой спартакяде. Ведь в прошлый раз, когда она проходила в 2019 году в Жлобине, наша волейбольная команда остановилась на стадии 1-4 финала. На сей раз хочется большего. В любом случае, будем просить девочек, будем еще просматривать, потому что у нас недокомплект команды, даже хотя бы где-то на замену. В любом случае, наверное, с Витебска связку возьмем, рассмотрим еще с Минской области пару игроков. Но это все как бы в дальнейшем. Конечно, будем тренироваться, как по возможности получится, вместе, не вместе, но будем готовиться. Очень приятно было наблюдать, как мужская волейбольная команда переживала за даму. А прекрасные леди всячески поддерживали представителей сильного пула. Вообще был настоящий коллектив в славной команде Гомельской области. Уже столько лет просто ездим вместе, выигрываем республиканскую спартакяду. Поэтому в любом случае, мы друг друга уже знаем, знакомы, очень за них переживали. У нас начиналась игра, мы немножко отпросились, пошли болеть за команду мужчин. Мы их поздравляем, что они выиграли сильного соперника Могилевской области. После поражения сборной Минской области от волейболисток Витебской области, наша команда практически обеспечила себе золото. И несмотря на грядущий поединок, в последний соревновательный день уже можно было подводить итоги с одной из лучших волейболисток турнира Ольгой Владимировной Коноприч. Итоги были запланированы. Мы так и рассчитывали, что мы будем выиграть для нас соперник. Хоть и тяжелые бывают моменты, где если мы даем слабинку, если мы играем в свою игру, то достаточно предсказуемо. Я понимаю, что мы можем взять и больше игр, выигрывать и лучше. Но на самом деле мы сейчас комплектация не полностью мазырянками. Мы взяли две девочки в Гомельске, поэтому сыгранности нет у нас. Тренировок общих не было. Поэтому мы притираемся. А так, я думаю, у нас получается на межотраслевую. Мы опять добавим игроков. Не получится нам снова вместе потренироваться, сыграться. И на первых играх будем вот обыгрывать. Как мы уже говорили ранее, Ольга Владимировна тренер-статистик женской профессиональной команды Мозорского нефтепроводующего завода «Жемчужная Полесья», которая следила ли за перипетиями Республиканского спартакиада работников нефтехимического комплекса? Ну, конечно, все переживают, звонят, желают удачи, когда мы уезжали. Я думаю, что они наблюдают, пишут всем. Поэтому чувствуется поддержка со стороны обязательно. Это большой плюс в нашу победу. Ольга Владимировна хорошо знает белорусский волейбол. И кто, как не она, может ценить шансы ее команды на грядущей межотраслевой спартакиаде? Очень тяжело, потому что там спортсмены все бывшие игроки и достаточно высокого уровня. Например, сейчас в «Газпром» они вообще едут в Санкт-Петербург, у них свои там игры. И вот они приезжают сюда полностью подготовленные. И эта команда, ну, конечно, очень тяжелая для нас. Они всегда в призах, и они первые. Будем стараться, будем сдавать им конкуренцию. А как будет дальше, это все покажется тебе. Если с Ольгой Владимировна мы связываем становление «Жемчужной Полесья» в высшем эшелоне республиканского клубного волейбола, то наша следующая собеседница была в той, первой «Жемчужной Полесье», которая только начинала выступление в чемпионате в начале во втором по классу дивизионе белорусского волейбола. И очень приятно, что сегодня она, Анастасия Хомутовская, не забыла любимую игру достойно, защищая честь своего, производство автоматизации связи и весь Мозорский нефтепрорабатывающий завод в целом. Ну, безусловно, конечно, получили массу, массу опять впечатлений, массу удовольствия. Сегодня очень нас удивила команда Витебской области, которая обыграла команду Минской области. Поиграли хорошо, поиграли с удовольствием. В стайках мы первый раз. Все, в принципе, понравилось. Организация супер, все супер. На каждой игре Анастасию Владимировну трогательно поддерживала персональная болельщица. Да, в этом году я приехала со своей дочкой. Ее зовут София, ей 7 лет. Это моя группа поддержки. На удачу маму заряжала, подзаряжала. Взячески за маму болела. Очень помогала в игре. Наша команда самая лучшая. А лучше всех в волейбол играет моя мама. Последний день спартакиады, завершающий матч волейбольного турнира, оправдали ожидания болельщика. Ведь что в мужском перенесе? Что среди женщин-накалстерстей до последнего розыгрыша был просто невероятным. Да, примечательно, что в стане соперниц сборной Гомельской области играла воспитанница с дешоржем Чужинополесья Анастасия Васько и в амплау пасующее ей противостояла первая спортивная наставница девочки Елены Ивановны Мудрогель. Каково же было удивление Елены Ивановны, как икполик по ее сборной, когда соперницы волейболистской Минской области оставили за собой первую партию, завершающую подачу того сета. И радость команды в белой форме, которая впервые на турнире, смогла нанести пусть и в партии поражение сборной Гомельской области. Стоит отметить, что у нашей дружины был совсем не тот настрой, какой мы видели днем ранее. И то ли фавориты турнира несколько недооценили соперниц. Быть может, накануне игры был выбор не совсем верный режим питания, но как бы то ни было, команда находилась на краю пропасти, и только она сама могла себе помочь. Что это мы отмечаем с глубочайшим удовлетворением случилось. Вначале в довольно непростой второй партии была одержана победа, после чего общий счет матча стал 1-1. Вашему вниманию завершающий розыгрыш этого сета. Замысловатая подача Елены Ивановны Мудрогель и получается эйс. Решающим становился третий, укороченный сет до 15 очков. И сразу скажем, что легким он не получился. Имея преимущество при смене сторон 8-5, восьмую очку она с счет своей команды записала Юлия Дубровская. Нарастив преимущество и подобравшись к победе на расстояние вытянутой руки. После этого результативного удара Ольги Конопли еще стал 14-9. В дальнейшем сборная Гомельской области позволила сравнять счет с своим оппонентом. Только подумайте, сборная Минской области отыграла 5 матчболов. После этого розыгрыша цифры на табло показывали равенство. 14-14, что казалось невероятным. Далее начиналась борьба характеров, и к счастью, в самый напряженный момент наша команда выстояла. Хитрумный удар Ольги Коноплищ снова приносит сборной Гомельской области матчбол. Ну а далее розыгрыш, который вновь позволил Минской области сравнять счет с делом ФОУ 15-15. Казалось, проведение не желает заканчивать. Этот удивительный спортивный поединок. 16-15 в пользу сборной Гомельской области после отличной, быстрой, своевременной игры Кристины Ковалевской. Ну а далее подача Ольги Коноплищ. И этот розыгрыш нельзя прерывать. Очень рад, что наша команда победила. Вот видите, голову сорвал. Только что закончилась игра наших волейболистов. И волейболист так. Мы болели. Группа поддержки. Это получили огромное удовольствие от накала страстей, от борьбы. Я считаю, такие соревнования нужно проводить обязательно. Они только помогают, сплачевают коллектив. От этого будет только плюс в работе. Независимо, где кто работает, на каких должностях, в каких отделах. Это сближает людей. Не глядя на поражение, достойна добрых слов команда Минской области. Она показала себя во всей красе на этой спартакиаде, причем не только на волейбольной площадке. Конечно, мы сюда приезжаем, собираемся все. Каждый год, получается, мы не видимся. У всех накопилось. Мы собираемся, конечно, вечером все общаемся. Может, немножко допоздна. Но на игру это никак не влияет. Мы вчера проиграли, потому что у нас просто своих ошибок было много. И подустали ко второй игре. А так это никак не влияет на то, как мы отдыхаем за полем. В поражении от команды Витебской области видится, скорее, досадная осечка для дружного коллектива, сформированного из-за веселых и обаятельных девчонок. Скажу, я в спорте с самого детства. Очень. Для меня спорт – это просто, ну, как вторая жизнь, вторая семья. Просто, скажем так, волейбол – это такой вид спорта командный, от которого не только от тебя зависит, это сплоченность. И каждый шажочек – это вот как-то внедряет силы каждый раз все больше и больше. Поэтому волейбол – это очень хорошо. Ну и как обойти внимание воспитанницу с дюшоржем Чужинополесья Анастасию Васько? Ее мы помним еще и по выступлениям за волейбольную команду Мозорского политехнического колледжа. После окончания политехнического колледжа я уехала работать в Солигорск. И вот я защищаю честь команды «Беларусь-Каль». Довольна ли Анастасия Васильевна своим выступлением на Спартакеате? Так получилось, что тренировки не совпадали с рабочим временем, не у всех получалось приходить, но собрались и сыграли. Конечно, немножко не получилось, но будем тренироваться, чтобы дальше побеждать. Ну и как, скажите на милость, Настя могла победить в последнем матче, если напротив играл ее первый тренер Елена Ивановна Мудрогель? В этот раз прошло намного интереснее, чем предыдущие года. Получилось так, что, может, мы расслабились или не думали, что будет такое противостояние. Возможно, где-то растерялись, но во второй партии взяли все под контроль. И со счетом 2-1 выиграли в Минской области. Было очень приятно видеть Настю Васько на противоположной площадке. Она играла связкой, неплохо справлялась, хотя амплуа у нее была всегда, ну, другое. Но очень приятно было. И снова Елена Ивановна почувствует себя в роли игрока при подготовке и во время участия в 18-й республиканской межотростливой спартакеаде профсоюзов. Конечно, межотростливая должна проходить, то есть люди встречаются. Уровень все время совершенствуется, интересно. Сейчас, да, будем готовиться на межотростливую спартакеаду, будем укрепляться девчонками. Это из других областей. Ну, будем стараться принести наилучший результат. Женская волейбольная команда будет формироваться на базе нашей волейбольной дружины. А вот мужская команда – это прежде всего команда Могилевской области, оставившая позади себя сборной Минской и Гомельской областей серебряных и бронзовых медалистов. Для команды всего у нас только 4 месяца мы собрались. Это было главное наше соревнование, к которому мы готовились. Проходили чемпионат города, второй чемпионат города, чемпионат завода, цехов. И все это нам давало возможность наигрываться, наигрываться и получать взаимосвязи. Не так много времени, всего 4 месяца у нас было для того, чтобы… Ну, как-то вот так получилось, что мы стали первыми. Довольно, естественно, давно уже Могилевская волейбольная курсовая команда не занималась здесь каких-то лидирующих мест. Я так понимаю, что к нам в этом году не сильно серьезно относились другие соперники. По прошлому-то опыту понимают, что команда обычно становилась там 4-я, 5-я. Поэтому, конечно, мы довольны, все довольны. Был шанс одержать победу из сборной Гомельской области, но в завершающем матче турнира наши земляки уступили со счета 0-2 соперникам из Минской области, которые стали вторыми. Но это спорт, это волейбол, который все же принес нам золотые медали. Как мы уже знаем, в результате выступления женской команды, почти полностью сформированной из представительниц Мозорского нефтепроводящего завода, который составит и на следующем турнире костяк сборной белорусского профессионального союза работников химической горной и нефтяной отраслей промышленности. Прямо сегодня с девушками мы обсуждали усиление команды. Это максимум будет 1-2 игрока. Команда у нас слаженная, женская. И я уверен, что на межотраслевой спартакеаде мы тоже покажем высокий уровень. Ну а девушки сегодня, конечно, в последней игре с Минской областью заставили поволноваться. Но они собрались и показали, в принципе, то, чего я от них ожидал. Девушки наши молодцы. Победа волейбольной сборной поспособствовала и успеху команды Гомельской области, которая заняла первое общекомандное место на республиканской летней спартакеаде работников нефтехимического комплекса. Имена победительниц волейбольного турнира. Представительницы республиканского унитарного предприятия «Беларусьнефть» Марина Гориская и Наталья Кравчук. Юлия Дубровская, Ольга Коноплищ, Елена Мудрогель, Анастасия Хомутовская, Кристина Ковалевская. Настоящие жемчужины открытого акционерного общества «Мозорский НПЗ». Ну что ж, дорогие друзья, окончен бал, погасли свечи, но все только начинается для нашей команды, которая идет дальше. Надеемся, что и на межотраслевой спартакеаде наши девушки покажут себя в самом лучшем виде. И на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Виктор Сарулик. До свидания.